Медиагруппа «Авангард» представляет Добрый день, коллеги! Добрый день, уважаемые зрители! Мы начинаем нашу игру. Сегодня мы решили посвятить ее теме security operation центров, теме соков, такое многообъемное понятие, поэтому и игра будет рассматривать различные совершенно, точки зрения и темы вокруг соков, тем более, что примерно через месяц, даже чуть меньше, пройдет сок-форум, где, собственно, многие из рассматриваемых сегодня понятий будут рассмотрены чуть более детально. Я хотел бы рассказать немного про правила, для того, чтобы вы понимали, о чем речь. У нас три раунда. Два раунда основных, третий финальный всего с одним вопросом. Основные два раунда, они заключаются в ответах на вопросы в шести категориях, в каждой категории по пять вопросов. Ну и ответ будет считаться верным, если он совпадает с тем, что было подготовлено, с тем, что будет на экране. Все-таки, возможно, некоторые спорные моменты, но, к сожалению, игра есть игра. Потом мы можем обсудить спорные моменты. Сейчас я предлагаю командам представиться. Начнем мы с команды стейкхолдерс, то есть держателей стейков. Капитан команды Лев Шумский. Суммарный стаж команды работы в области информационной безопасности – 53 года. Следующая команда – команда несокрушимая. Капитан Татьяна Станкевич. Общий стаж команды в области безопасности – 36 лет. И третья команда у нас – слонятые мамонты. Капитан команды – Василий Акулевский. Общий стаж команды слонятые мамонты почти перекрывает вдвое. Общий стаж двух других команд по понятным причинам – 83 года. Коллеги, мы начинаем. В первом раунде у нас… Я не могу сказать, что вопросы простые, но примерно я их поделил на два блока. Соответственно, первый раунд – шесть категорий. Это разная. Сюда попадают вопросы, связанные совершенно различными темами, присущими соку. Дальше атрибуция – threat intelligence, законодательство, куда уж без него, технологии и стандарты, поскольку соки без стандартов у нас сегодня невозможны. Соответственно, мы начинаем первый раунд. И право, собственно, выбрать категорию и ячейку принадлежит команде, у которой минимальный стаж в области информационной безопасности. То есть команде несокрушимая. Не, нажимать не надо. Мы проверили работоспособность. Первым будем отвечать на вопрос с категорией технологии на 200 баксов. Система обнаружения атак, лежащая в основе многих российских систем обнаружения вторжений. Время. Фальстарт. Право переходит к другой команде. Слонятые мамонты, поэтому вам предоставляется право ответа. Можно сидя, вставать не обязательно. Удалось. Снорт. 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 Ответ. Снорт. Как бы самая распространенная сегодня система. Соответственно, вам дальше право выбора. Технологии 300. Технологии 300. Сюрприз. Вам сразу повезло. Вы назначаете сумму за этот вопрос. Имейте полное право уйти в минус. Это ваше право. 300. 300. Хорошо. Наиболее известная бесплатная песочница. Отвечают они первыми. Да, вы отвечаете, потому что это ваше право. Потом. Вирус тотал. Попробуем так. Ответ неверный. Да, да, сэндбокс. Наш ответ кукушка. Ответ верный. Куку сэндбокс. Команда стейкхолдер. Технологии 400. Технологии 400. Технологический open stack. Open source stack. Часто используемый для построения собственной системы мониторинга. Время. Лев. Елка. Ответ неверный. Наш вариант Elasticsearch. Неверный. Ответ. Ну, мы можем предположить, что это будет Zabbix. Нет. Вот первые две команды шли в правильном направлении. Я сразу скажу. Elastic stack. Правильное название. Elk назван. Это не совсем то. Входит, собственно, как и Elasticsearch. Входит в стек. Но Elastic stack включает в себя несколько технологических решений. Включая Kibana и так далее, которые тоже можно было назвать. Следующий вопрос. Команда стейкхолдер. Лев. Выбираете категорию. Технология 500. Можно ли с помощью SOC мониторить инциденты со смарт-контрактами? Время. Лев. Давайте вы сначала будете… Ответ бинарный или… Бинарный, конечно. Можно или нельзя? Ответ, собственно… Да, ответ верный. И просьба все-таки не нажимать кнопку, если вы не провели обсуждение. Понятно, что реакция – это вещь хорошая, но в следующий раз, если я вижу, что вначале вы нажали, а потом начинаете уточнять друг у друга, будем как бы считать это фальстартом. Следующая. Лев. TI-100. Первая российская компания-разработчик коммерческой платформы Threat Intelligence. Время. Компания Group IB. Компания Group IB, верно. Ти-200. Имена двух российских компаний, известных на мировом рынке, Ти-Ай. Лев. Можно говорить, да? Да, да. Касперский Лап и компания Group IB. Да, верно. Ти-300. Организация, которой добровольно подключаются банки для обмена данными об угрозах, коллегия. Фальстартов два. Второй раз не нажимай. Две. Да. Ответ очевидный. Финцерт. Ответ некорректный. Вопрос с подвохом. У вас есть возможность нажать на кнопку. Василий. Ну, добровольно, условно, не только банки, а все подключаются к СОПКе, а банки подключаются к Финцерту. Неверный ответ. Нет. Второй раз нет. В этом вопросе нет. Отвечать необязательно. Если вы не знаете, вы не отвечаете просто, чтобы не терять баллы, если вы не уверены. Так, Татьяна. Да, мы все-таки решились дать ответ от Центробанк. Нет. Ответ неверный. На самом деле, обратите внимание, что здесь стоит фраза «добровольно». К Финцерту вы подключаете, точнее, банки подключаются не добровольно, а к добровольно вы подключаетесь к Ассоциации банков России, которая запустила соответствующую платформу обмена данными об угрозах. Лев. Быстрый ответ не всегда самый правильный, к сожалению. Татьяна. Атрибуция 200. Атрибуция 200. Как звали братьев-хакеров, получивших второй срок за атаки на банки при наличии непогашенной первой судимости? Время. Если ответа не будет, братья-попелыши, никому не начисляются, не списываются очки. Татьяна. Тогда разное 300. Существует ли признанный всеми метод именования хакерских групп? Время. Нет. Верно, нет такого метода. Каждый в разнобой. Татьяна, дальше. Разное 400. Имя автора самой первой книги по сокам. Время. Время. Я так понимаю, ответа нет. Скорее всего, Дэвид Наттанс, собственно, в 2014 году написал книжку по созданию соков. На 200. Татьяна. Атрибуция 100. Никто большие вопросы не хочет. Химический элемент под номером 27, совпадающий по имени с хакерской группой, имеющей отечественное происхождение. Время. Лев. 27, если мне не изменяет память, кобальт. Ответ верный. Разное 100. Каким по счету будет сок-форум 27-28 ноября 2018 года? Время. Да, Татьяна. 11. Ответ. Неверный. Лев. Третий. Ответ. Неверный. Василий. Мы предлагаем пятый. Ответ. Неверный. Правильно, ответ шестой. Четвертый, который в России и два было в Казахстане, то есть шестой. Вопрос с подвохом. Но даже если бы он был без подвоха, все равно никто даже четыре не назвал. Лев. Давайте, пожалуй, технологий за сто. Самая популярная СИЭМ, используемая в России. Время. Татьяна. Арксайд. Арксайд, верно. Татьяна. Атрибуция 300. Что-то в бумажную безопасность никто не хочет идти. Атрибуция. Метод изучения стилистики языка в комментариях и иных артефактах. Время. Да, Василий. Форенсика. Ответ некорректный. Видимо, ответа не будет. Правильный ответ – стилометрия. Это не то же самое все-таки. Василий, выбирайте. Давайте стандарты 200. Стандарты 200. Протокол Среда Интеллиженс, созвучный с олицетворением первобытного ужаса в Древней Греции. Время. Лев. Стикс. Ответ верный. Стандарты 100. Протокол, используемый ФСБ для классификации распространяемых бюллетеней с данными об угрозах. Время. Татьяна. Телпи. Верно. Стандарты 300. Стандарты 300. Имя компании, придумавшей стандарт OpenEOC. Время. Татьяна. Так, коллеги, я объявляю вам фальстарт. Вы вначале нажимаете, потом, Антон, ты начинаешь говорить, как правильно. Выглядит, что главное, кто нажмет первую кнопку. Коллеги, команды стейхолдерс и слоняты и мамонты. Нет. Компания Mundiant. У вас такой же был ответ, если что? Почти. А, FireEye, понятно. Но все равно было бы неправильно. Вам повезло, что у вас фальстарт. Так, Татьяна. Закона 100. Число дней месяца, совпадающее с номером указа президента о госсобке. Время. 31. 31, верно. Закона 200. Хорошее замечание. 31С, да, я согласен. Как? Закона 200. Закона 200. Приказ ФСБ, утверждающий положение об НКЦКИ. Время. Лев. 366. 366, верно. Лев. Давайте законы 300. Законы 300. Каков максимальный срок лишения свободы за отсутствие лицензии в СТЭК у коммерческого СОК? Время. Лев. Ноль. Ответ неверный. Василий. От пяти до семи лет за незаконное предпринимательство. Ответ неверный. Не, не будете. Правильно, ответ до пяти лет. Пять лет максимальный срок. Есть статья за незаконное предпринимательство, действие без лицензии, там, где лицензия является обязательной. Так, Василий, давайте вы. Ну что, продолжаем законы? Давай. Законы 400. Законы 400. В каком году впервые официально была упомянута гособка в нормативных актах? Время. Вы, да? Я не вижу просто. Василий? В 13-м. Ответ неверный. Но еще есть возможность на втором раунде, где вопросы в два раза дороже, выбиться. Так, у коллег, стейхолдерс и несокрушимых не будет ответа. Правильный ответ 2012-й. Это основа госполитики в области безопасности АСУТП, документ Совбеза, где впервые упомянули гособку. Там была государственная система обнаружения предотвращения и ликвидации последствий компьютерных атак. Проверял специально вчера. Василий? Стандарты 500. Стандарты 500. Яра описывает файловые индикаторы с Нордсетевые. Какой язык описывает системные события? Время. Татьяна? Да, у нас есть ответ Сигма. Верно. Последний бросок и вышли из минуса. Татьяна, выбирайте категорию. Будем отвечать на стандарты 400. Стандарты 400. Какой формат обмена данными был разработан Дугласом Крокфордом? Время. Никто? Да, никто. Формат Джейсон? Должен быть вам всем знаком. Продолжаем. Татьяна? TI400. TI400. База знаний, тактик, техник и процедур злоумышленников. Время. Татьяна? Метроатак. Верно. Татьяна? Атрибуция 400. Название дочернего подразделения группировки Лазарос, фокусированной на финансовых структурах. Время. Василий? Мы предполагаем Карбонак. Ответ неверный. Видимо, ответа не будет. Это подразделение Блюноров. Дальше. Василий? Выбор небольшой. Законы 500. Какой документ в СТЭК впервые упоминает мониторинг сети с целью обнаружения угроз? Время. Василий? Мы предлагаем 21 приказ. Ответ неверный. Так, ответа не будет. СТЭК. На самом деле. Хотя. Правильно. Я вчера смотрел. У меня нет ДСПшных документов. Я смотрел в интернете. Я покажу вам в перерыве. Василий. Вам. Атрибуция 500. Название группировки, ассоциированной с Россией, получившей название от шахматной стратегии. Время. Ответа не будет. Группировка Fancy Beers, она же Poundstorm. Пешечный штурм. И у нас последний вопрос в первом раунде. Василий? Ну, выбор небольшой. Согласен. TI 500. Имя компании, внезапно прекратившей в 16-м году обслуживать 3000 организаций, 77 стран в части TI. Время. У кого там сертификат? Вот Антон Шипулин знает. Или думает, что знает. Я помню, этот случай. Да, этот случай многие помнят. Финансисты почему-то не помнят. Так, ответа нет. Это компания Солтра. И, видимо, ответ был у команды Несокрушимый. Но, к сожалению, вы... Мы знали первую букву. А, три не знали буквы. Коллеги, у нас закончился первый раунд. Промежуточные итоги. Команда Stakeholders 500. Команда Несокрушимый выбилась в лидеры 700. И команда Слоняты и Мамонты продолжает с негативной динамики расти. Минус 3000. Впечатления просто замечательные. Мне кажется, очень интересная, познавательная игра. Позитивненько. Впечатления очень хорошие. Очень интересный формат. Необычный и супер. Молодцы, ребята. Офигенно. А это еще не конец. Замечательная игра, замечательный формат. Очень интересные вопросы и очень активные команды. Отличная работа команд. Я вижу горячие глаза участников. Я думаю, что всем интересно. Я думаю, что это первая игра, но не последняя. Мне очень приятно было попасть на это мероприятие и принять в нем участие. Это неповторимое ощущение. Я рад, что присутствую на этом мероприятии. Приятно было болеть. Очень хочется узнать, кто же будет сильнейшим. Я думаю, мы все его узнаем в ближайшее время. Мне кажется, формат должен прижиться. Приходите к нам еще. Коллеги, мы продолжаем. У нас второй раунд. Следующие шесть категорий, они отличаются от первых. Шести, которые звучали в первом раунде. Это категории инновации, категории мониторинг, реагирование, люди, процессы и критическая инфраструктура. Право выбора первой категории принадлежит команде, которая набрала максимальное количество баллов в первом раунде. Это команда несокрушимая. Татьяна. Инновации 400. Класс решений, позволяющих мониторить различные инциденты в облачных средах, утечки, кражи учетных записей, аномалии и так далее. Время. Да, Василий. Так, коллеги, вы совещались после нажатия. Извините. Фальстартуете. Читаем фальстарт. Ну, это так. Ну, я Василию Андреевичу сказал, а он не запомнил просто. Это был удар ниже пояса. Хорошо, Василий Андреевич, давайте. КАСП. Да, КАСБИ согласен. Клауд Аксесс, Секьюрити Брокерс. Распечатали второй раунд. Василий. Давайте мониторинг 600. Как расшифровывается метрика TTD? Время. Лев. Time to detect. Верно. Лев, выбираем. Мониторинг 200. Скромно. Протокол используемый для мониторинга сетей, в том числе и для информационной безопасности. Время. Василий. Нетфлоу. Верно. Василий. Мониторинг 800. Мониторинг 800. Вам понравилось? Типовые сценарии функционирования конкретного SOC, как это звучит на английском языке. Время. Use cases. Use case, верно. Татьяна. Мониторинг 400. Мониторинг 400. Какая технология, помимо CM-ов, EDR и CASB, по версии Гартнер, является частью ядра мониторинга современного SOC? Время. Лев. UBA. Нет. Ответ неверный. Татьяна. IRP. Ответ неверный. Так, жмете, не жмете, а то… Лев. НТА. Ответ верный. ИТА. Network traffic analysis. Реабилитировался. Лев. Реагирование 200. Так. В каком году появился первый CERT? Время. Время. Так, ну, видимо, ответа не будет. 1988-й, после червя Морриса, который накрыл 10% интернета, появился, родственно, CERT, после чего название закрепилось за такого рода структурами. Лев. Лев. Реагирование 400. Инструкция, описывающая набор конкретных действий по обработке конкретных активностей или инцидентов безопасности. Английский термин «время». Лев. Playbook. Верно. Вырвали вперед команду стейкфолдеров. Лев. Реагирование 600. Сервис для обнаружения, расследования и реагирования в сетях и на оконечных устройствах клиентов. Время. Василий. ИДР. Ответ неверный. Лев. Рискнем. МДР. МДР. Вот это ответ верный, да. Менедж. То есть здесь специально сервис для клиентов, то есть не то, что внутри делается. Не свои собственные решения. Лев. Давайте люди 200. Люди недорого. Сколько людей надо для работы сок? Время. Вопрос подвохом, я сразу скажу. Он не на 100, ой, не на 200. Просто подвохом. Ну, как минимум один. Ответ неверный. Здесь должен быть универсальный ответ, на самом деле. Лев. Достаточно. Ответ неверный. Команда несокрушимая играет. Или воздерживается. Воздерживается. Ну, на самом деле, ответ, в общем-то, да, банальный. Зависит от задач. Нет. Достаточно. Это, извините, все-таки не зависит от задач. Это троллинг чистой воды. Руслан. Это тоже троллинг чистой воды. Согласен. Но мне можно. Лев, вы последний были, да. Давайте реагирование 800. Реагирование 800. Номер ГОСТа по менеджменту инцидентов и Б. Время. Как просили, Руслан? Год не обязательно, просто номера достаточно. Василий. Ну, это 27-я серия, наверное, 0,5. Ответ неверный. Тем более, что 0,5 не про менеджмент инцидентов. Ответа не будет. 18, 0,44. Василий, у нас вот в правой части должен быть все-таки плюс. Мы идем в плюс. Мониторинг 1000. Слово полисемант накоплению денег или иных ценностей. Кто помнит русский язык, что такое полисемия? Так, ответа не будет. Слово обогащения. Все просто. Обогащение данных в Сред Интеллиджент, соках, вещь. Понятное, как бы, накопление, да. Полисемант. Я знаю, что многие думали, что я скажу слово аммоним, но это не аммоним, это именно полисемант. Да, да. А, Василий. Реагирование 1000. В каком году появился первый российский ЦЕРТ? Время. Ответа нет. 98-й. Собственно, РУЦЕРТ, который был создан Росниеросом и, собственно, был первым ЦЕРТом в России. Ну, за 1000 хорошо, я тебя просто выбираю вопрос. Василий? Вы сейчас выбьете все тысячные вопросы? Ну что, процессы? Процессы тысяча. Изучение влияния одной или нескольких независимых переменок на зависимую переменную. Это корреляционный либо регрессионный анализ? Корреляционный, конечно. Свет неверный. А? А у Вас вариантов, да. Да. Регрессионный. Регрессионный, да. Это регрессионный анализ. Ну, потому что это независимый с зависимой, а корреляционный это независимые переменные. Анализ независимых переменных. Да, как бы Вы воспользовались оплошностью других. Из бинарного ответа. Лев? Подлая тактика. Да, согласен. А пойдем консервативно. Инновации 200. Инновации 200. Процесс обработки большого количества данных с примерами, выявление в них закономерности и прогнозирование новых атак. Время. Василий? Машин-люнинг. Да, машинное обучение. Все верно. Ответили. Василий? Ну, инновации за тысячу. Инновации за тысячу. Как расшифровывается аббревиатура BAS, введенная Гартнером? Время. Команда несокрушимый, видимо, знает ответ. И Антон пытается по-английски произнести это. Это новая технология появилась там в этом году, да. Так, ответа нет. Это, собственно, Bridge and Attack Simulation, BAS, для моделирования атак, для симуляции атак. Так, Василий. Так. Ну, по традиции, люди тысяча. Люди тысяча. Бывший гражданин СССР, первым заявившим о взломе серверов демократической партии США русскими хакерами. Время. Врага надо знать в лицо, хотя бы по имени. Так, ответа нет. Это Дмитрий Альпирович. Один из руководителей компании CrowdStrike. Бывший гражданин Советского Союза. Эмигрировавший из страны. Работавший в Макафе. И потом создавший CrowdStrike. Первым объявил, что именно русские атаковали американские выборы. Василий, давайте последнюю выбейте. Ну, последние тысяча кия. Тысяча кии. В каком году был разработан первый законопроект по информационной безопасности и критически важных объектов? Время. Да, коллеги, вы выбили все тысячные. К сожалению. Лев, как представитель критической инфраструктуры. Нет, не ты. Как представитель. Не сомневаетесь. Хорошо. Ответ 2006. Собственно, это законопроект, так называемый, о запрете Microsoft на критической инфраструктуре. Законопроект, да. Потому что и не стал законом вообще. Василий, 800 выбивать будете? По правилам выбиваемые инновации 800. 800. Концепция, позволяющая автоматизировать процесс поддержки операционных команд по информационной безопасности. Время. Концепция, да. Хотя и класс продуктов такой тоже есть. И более того, она уже даже сегодня на мероприятии звучала в кулуарах. Василий? IRP. Неверно. Здесь даже слово «инцидент» не звучало. Так, ну, коллеги, правильный ответ звучал Андрей. У тебя это СААР. Да. Security, Orchestration, Automation and Response. Ну, я сказал его тоже. Василий. Процессы 800. Процессы 800. Матрица, описывающая участие различных ролей в процедурах и задачах СОК. Время. Лев. Ray-C-I. Верно. Череда разбита. Лев. Отдавайте процессы 200. Процессы 200. Тихой сапой. Процесс проактивного поиска следов вредоносной активности без наличия предварительных знаний об искомых следах. Время. Татьяна. Threadhunting. Threadhunting, верно. Татьяна. Key 200. Key 200. Является ли обнаружение запрещенного контента инцидентом, о котором надо сообщать в госсопку? Время. Было? Да. Василий? Да. Василий? Осталось. Давайте люди. Люди что? 800. Люди 800. Цвет команды, которая объединяет тактики нападения и защиты. Время. Фиолетовая. Фиолетовая. Purple. Корректно. Ой. Татьяна. Процесса 400. Передача одной компании определенных видов или функций деятельности по мониторингу УВЭД другой компании. Время. Василий. Аутсорсинг. Аутсорсинг, верно. Василий. В принципе, у вас есть... Нет, шансов нет, к сожалению. Даже если все заберете... Киев 800. Киев 800. Европейский проект по обнаружению и управлению сложными инцидентами против критических инфраструктур. Время. Я думал, за 1000 его ставить или за 800, но там они были примерно одинаковые. Видимо, нет. И косин. Ну, потому что, к сожалению, мы больше знаем об американских инициативах, чем о европейских, а у них они очень даже недурственные. Василий. Василий. Ну, инновации 600. Технология, позволяющая анализировать поведение пользователей. Время. Лев. Ну. Как это по-русски? Убей. Убей. Хорошо. Убей, убей. Да, согласен. Лев. Что-то такое выбрать-то повкуснее. Процессы 600. Процессы 600. Концепция описания последовательности действий при атаке, предложенная компанией Lockheed Martin. Время. Лев. Killchain. Killchain. Верно. Итак, Лев. Категория. Люди 600. Люди 600. Тип технических киберучений для проверки навыков взлома и защиты. Время. Василий. Ну, пин-тест. Некорректный. Это что, было? Коллеги, это CTF. Лев. Люди 400. Что? Люди 400. Люди 400. Сюрприз. Ваша ставка? 500. Сколько? 500. 500. Невабанк может быть в конце. У того, у кого есть деньги, к сожалению. У кого самое крупное по количеству людей сок в России? Время. Далев. Наш зеленый друг Сбербанк. Да, ответ верный. Простой вопрос. Лев. А, гулять так гулять. Ки-600. Ки-600. Кто ведет предварительное следствие по статье 274.1? Время. Она не работает. Андрей. Молчит. Андрей. Нет? Я не знаю. Василий. Я предполагаю, управление К или Следственный комитет. Неверный ответ. Так, видимо... Нет? Ну, это ФСБ. Да, по 274.1. ФСБ. Так, Василий. Это, к сожалению, не за тысячу. Но Ки-400. Да, коллеги, у нас последний вопрос во втором раунде. Ки-400. При обращении за аутсорсингом сок можно ли использовать не сертифицированные Сиемы? Время. Василий. Сием можно. Да. Ответ верный. Здесь, собственно, был подвох, потому что, собственно, аутсорсерам нельзя иметь не сертифицированный Сием по требованиям стек. А тому, кто обращается, можно. Итак, коллеги, у нас закончился второй раунд. Соответственно, с большим отрывом у нас ведет команда стейкхолдерс. На втором месте у нас команда несокрушимая. И завершает тройку лидеров комбания слонята и мамонты. Отличная работа Алексея Лукасского, подготовивший на такие интересные вопросы. Алексей сделал для нас сюрприз большой. Достаточно сложные вопросы. Требует хорошего знания предмета и продуктов, которые сейчас используются. Вопросы хорошие. Многие вопросы для меня были достаточно сложные. Это не вопросы сложные, это мы скорее не догадывались. Мы не решились дать ответ. Игра есть игра. Алексей всегда не подражаем. Ведущий милейший человек и лучший ведущий в мире. Итак, коллеги, мы начинаем финальный раунд. У нас промежуточные, близкие к финалу, итоги. Это лидирует команда стейкхолдерс. С количеством баллов 5800. На втором месте команда несокрушимая. 200. И тройку лидеров замыкает команда слонят и мамонты минус 6300. Соответственно, в следующую игру, которая пройдет примерно месяца через два, выйдет команда-победитель. Команда, занявшая второе место, будет играть через игру. К сожалению, команда, набравшая минимальное количество баллов, будет расформирована. Но самое главное, что в финал всей серии игр выходит команда, не выигравшая большее количество игр, а набравшая за все игры большее количество баллов. Собственно, мы переходим к финальному вопросу. Он будет посвящен теме процессов. И ваша задача сейчас сделать ставку, написать ее на бумажках, которые вам раздали, и отдать мне. Алексей, а размер ставки какой может быть? Размер ставки максимум, что у вас есть. Кратность есть какая-то? Кратности нет, там, какую угодно делайте. Я надеюсь, что у меня не будет переполнения буфера. Числа целые? Числа, я надеюсь, что целые. Я на минусах не проверял. SDLC не соблел. У вас нет бумажки, да, к сожалению, вам ставить просто нечего. Весь проигрыш можете поставить. Вначале поделитесь им. Я думаю, коллеги вам с удовольствием дадут кредит. Какой смарт-контракт. Неожиданно. По покеркам. Коллеги, внимание, вопрос. Является ли управление средствами защиты процессом СОК? Сейчас нет времени, вы думаете в течение 60 секунд. После чего на бумажке пишите ответ и передаете мне. И я их смотрю. Да, речь идет об управлении средствами защиты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эта эксплуатация входит в СОК-контракт. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Коллеги, время. Пишем ответы. Вопрос. Является ли управление средствами защиты процессом СОК? Ответ-то, собственно, тут бинарный, по сути, своей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Внимание, правильный ответ. Ответ-нет. АПЛОДИСМЕНТЫ Обе команды ответили верно. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 НЕСОКРУШИМЫЕ Со счетом 2,500. И победителем нашей игры по теме СОКов является команда стейкхолдерс со счетом 6,666. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Алексей, а можно узнать, почему нет для аудитории? Ну, как бы, понятно, что это один из тех вопросов, которые не являются фактографическим, но по абсолютному большинству материалов и экспертных позиций именно управление не входит в Security Operations. Security Operations – это мониторинг и реагирование, в первую очередь. Управление стоит немного особняком. Уважаемые друзья, коллеги, для вручения первого приза нашей игры, победителю нашей игры гильдия мастеров информационной безопасности 31-го, 10-го, 2018-го года вызывается капитан команды Лев Шумский. АПЛОДИСМЕНТЫ Коллеги, большое спасибо вам за участие, зрителям за то, что они наблюдали за нашей игрой. Я еще раз хотел бы повторить, что, к сожалению, команда, набравшая меньшее количество баллов, у нас подлежит расформированию. Команда-победитель играет в следующей игре примерно через два месяца тема игры будет определена. То есть это не соки, она будет уже какой-то другой. Но про информационную безопасность команда, занявшая второе место, участвует через игру в серии игр. Ну и в финале склестнутся, собственно, команды, которые набрали максимальное количество баллов, независимо от количества выигранных игр. Вот, большое спасибо! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok